Добрый вечер, дорогие друзья! Начинается наш сегодняшний день вот с такого прекрасного матча квалификации на DreamHack Malmo. Закончился мажор, начинаются другие турниры. И весь сегодняшний день для вас будет работать студия RUHUB на двух каналах. Вот на этом будет работать со мной Олег Мингот и я, Александр Закрегедуменко. Всем здравствуйте! Привет, друзья! Привет и тебе тоже! У нас намещаются те самые, да, квалификации уже закрытые. И, конечно же, у нас есть явный фаворит, явный аутсайдер, команда Крейзи, всеми любимая. К сожалению, и прошла у нас в плей-офф стадию мажора, но все равно показали себе ребята очень здорово. Надеюсь, что и в этом матче покажут класс, хотя вот Юникорны, конечно, та команда, которая тоже может зажечь. Так, от Исперанта карта Дейнферно у нас тем временем. Ну и, конечно, Крейзи в защите. Соответственно, Юникорны попробуют себя здесь. Я так понимаю, что это выбор как раз-таки немцев. Да, и Крейзи тут имеет не самый лучший вендрейт, кстати говоря. Но вот пока что начинают уже с двух фрагов. Хантер и Исперанта делают. Но бомба-то уже находится на точке. А устанавливается, и теперь 3 в 5 попытаться можно. Марки ловят хороший фраг по Хантеру. Ну и сейчас отходит немного дальше. Здесь главное не пикать ребятам из команды Юникорн. Летними своими тиммейтами пытаются с разных позиций выбивать этот аплент. Нет, диффуз китов не вижу, если честно. Может быть, они были у Хантера. Но вот сейчас ни у кого нет. И бомбу нужно. Выбивает 3 в 4. Отличные позиции, но летние. Отличный фраг. И теперь 4 в 2 большинство. Но тут уже доигрывать нужно, хотя Марки делают фраг полетнее. Врывается, позиция известна. Ну там давит. Давит игроков. Но в итоге Марки открывается. И один в один ситуация против фото. Нет диффуз китов. И все-таки первый раунд. Ребята из команды Крейзи будут отдавать. Ну вот такой удачный старт для Крейзи. И вот такое выбивание. Отличнее уже заход на плент от Unicorns of Love. И 3 полкилона зарабатывает себе Марки. Отличная стрельба от него. Ну и, конечно, вот начало для ребят необходимо. Потому что здесь, как я видел по кэфам разных буков, здесь вообще никто не верит в команду Unicorns of Love. Я даже думаю, что у них на одну карту шансов немного в этом состязании. Но это best of 3. Соответственно, есть куча вариантов, как ребятам здесь поработать. И на своей карте, и на вражеской карте. Но вот мы видим, что Крейзи закупает себе форс. Есть ФАМАС, одна фармилка. Ну и 3 не-дефолтных пестика. Плюс какая-то раскидочка. Правда, без диффуз китов. Но все равно можно неплохо принять. Тем более, что сейчас укрепление базы B. Где втроем можно втыкать ребятам из Германии. Тут уже полетела ХАЕшка. Неплохо продамаживает. И Крисби, и там еще и ГЗИ. Мог бы отъехать, но остается 3-4% здоровья. Но тут уже бригада из ЮОлов, как они подписаны сокращенно, отрезает абсолютно виженную возможность пройти дальше безнаказанно. Ну и теперь уже, наверное, разворот-поворот. И где-то в сторону Апплэнта будут посматривать игроки атаки. Соответственно, может получиться какой-то интересный выход. Хотя Хелпа уже перешла. Хантер перетянулся. Погибает, но с тем временем, Отто. Складывается также еще и Летний. Но и погибает Хантер. Это второй раунд для команды Unicorns of Love. И ребята забирают себе еще и форс-бай оппонента. Да, отлично. Разыграли сейчас каждую позицию. Вроде как зашли на точку B. Д. Получили ХЕ-шку, перетянулись. И под А уже, в общем-то, провели выбивание. И третий раунд, скорее всего, даже будут забирать. Потому что экономики у ребят из команды Крейзи нет абсолютно никакой. Потому что ребята форсировали события. Давайте пробежимся, друзья, по маппулу. Действительно, Инферно. Это у нас карта пика команды Unicorns of Love. Дальше нас ждет Мираж в любом случае. Это уже будет пик команды Крейзи. Ну и третья карта. Если, опять же, до нее дело дойдет, это будет карта Вертига. Вроде как не все, далеко не все, скажем так, эту карту приняли с самого начала. Но теперь все чаще и чаще потихонечку мы ее начинаем видеть. Кто знает, может быть и сегодня в первом же матче мы ее увидим. Да, ну вот я говорил про не самый лучший мидрейт у коллектива Крейзи. На Дэнферно у них связано 9 карты Инферно и только одна победная. То есть процентаж выигрышей 11%. А вот у немцев эта карта более-менее. Две карты сыграны. Победили команду Эпсилон и победили команду Копенгаген Флеймс. А команды, скажу я вам, не самые слабые. И победы были у нас в седьмом месяце. Это получается... Что, июль? Нет, не июль. Август. То есть не так давно эти были победы. Поэтому здесь действительно есть неплохие шансы у... Июль, июль. Да, июль. Все-таки июль. Ну, бог с ним. Все равно не так давно. В общем-то, статистика есть. Но Крейзи, конечно, тир у них повыше. У команды. И я думаю, что и здесь, даже при таком слабом винрейте и неплохой карте оппонента, у них есть шансы все равно победить и выйти в этих квалификациях 2-0. Но нужно, так знаешь, размяться ребятам. Потому что впереди еще более сложные оппоненты, если пройдут их... Точнее, команду Unicorns of Love. Но у нас уже есть первый хак от немцев. И тут же полетели. Дальше на базу Б был Калашников, который выбили удачно. А тут у нас неплохо Некса прощатывает Кризви по голове. Хаёшечка полетела ближним. Но Марки никого не дам... Нет, Ромажный Хантру немножко привесил тут еще и по голове Хантру. Неплохо получилось от него. Но тут двою спай и один Тигл. Выход довольно самонадеянный от Некса. Погибает и он, хотя смог попасть по оппонентам. Ну, теперь хотя бы еще пару девайсов забрать из наших лошадок. И уже будет неплохой экономический раунд с одним девайсом. Который они даже не покупали, а просто забрали из павшего оппонента. Но это третий 100% раунд. Остается только дождаться, сколько еще игроков потеряют немцы у нас. Ну, вот а по деньгам посмотреть. Там 450 у Кризби, 300 у Марки. То есть денег вообще немного. И это Крейзи понимают и отлично отрабатывают с их оппонентами. И там сейчас пытаются держать, чтобы бомба их как-нибудь продамажила, взорвала. Но боюсь, что бомба не успеет этого сделать. И мы уже отправимся в четвертый раунд. Да, так и будет. И вот сейчас, вроде как, три раунда подряд. Да, с экономикой проблем должно быть не так уж и много. Но сейчас, по идее, эта закупка все равно... Ну, хотя нет, там П-250. Точнее, П-5250 есть у ребят из команды Unicorn of Love. Поэтому, скорее всего, даже при установленном бомбе, в любом случае, денюжка будет. А вот Крейзи у нас закупают две снайперские винтовки для Эсперанто и Отто. Эсперанто решил пропикать здесь банан. И не попадает по Кризби. Казалось бы, очень легкий фраг. И можно было начинать этот раунд в большинстве для команды Крейзи. Но, опачки, еще и Некто на халявочку забрался. Но в итоге Ханта разменял на эту ситуацию 4-3 уже. В большинстве ребят из команды Unicorn of Love. И, похоже, что медленно они не собираются и заходить на Б-плэнд будет. А это уже четвертый раунд подряд для них. Но это серьезная ошибка для снайпера, в первую очередь. Потому что, ну, Эсперанто, как ты уже подметил, должен был забирать там 100%. Ну, какой-то такой вялый перевод прицела, промах. И потом сразу же наказание. Плюс позиция игрока даже не за цементом, а где-то в углу, там, в нычке. Была, ну, очень странно. Типа, стоит во флешке, не двигается, никак не пытается мансовать. Из этой точки. Ну, и как-то очень, знаешь, ребята такие только проснулись, короче. Еще что-то почесались, там, кофеек еще кипит. Они такие думают, блин, что, каточка там какая-то дозревает? Ну, давайте скатаем. Ребята только с Мажора приехали. Вот так вот, с кофеечком. Очень странно. Ну, я не знаю. Наверное, раскачаются, может быть, к середине. Главное, чтобы это не было поздним таймингом для них в этой карте. Потому что так можно вражескую карту отдать. А потом, ну, чем черт не шутит, еще и, ну, не самому сильному коллективу, и Best of 3 можно залить внезапно. Всегда очень сложно перестроиться со сложных соперников на, скажем так, соперников пониже, когда ты нестабильно находишься в Тир-1. То есть Крейзи сделали невероятно крутой рывок. Они, вот у нас даже ходили такие новости, что там Хантер обыграл своего брата. То есть он прошел в стадию Мажора дальше, чем свой, соответственно, брат Нико. Ну, а вот сейчас вот нужно оставаться на этом уровне. Нужно показывать действительно и индивидуальную, и командную отличную игру команде Крейзи. Ну, и начинать нужно именно сейчас, конечно же, с прохода на DreamHack Malmo и тому подобное. Потому что впереди очень, несмотря на то, что вроде как год заканчивается, но столько турниров, друзья, нас ждет впереди. Это невероятно, на самом деле, круто. И командам нужно показывать свой максимум. Сейчас же мы видим пока что, что Отто вроде как начинает фраг, и вот он Некс, и вот уже 5 в 3 ситуация. Казалось бы, теперь на ровном месте для игроков команды Крейзи. Но по-прежнему не забываем, что там нет девайсов у Крейзи. Сейчас Unicorn of Love могут все-таки этот раунд еще для себя перекачать. Да нет, еще можно попробовать. А вот он и Отто. Второй фраг оформляет для себя. Отто может попробовать еще и третьего. Тут же есть фраг на Кзи, и остается последний товарищ с ником Урге. Я этого товарища вижу впервые. На самом-то деле, если остальных ребят я еще более-менее знал, видел, еще есть команды на Евроникс. Эти ребята перекочевали в большим стаком. То вот Урге для меня это какой-то очень новый товарищ, с которым я не знаком. Но, возможно, сегодня он как-то удивит нас и закрепится в нашу мозгу, как хороший игрок, средний, так скажем, Тир-2 крепенький. И, в общем-то, можно будет уже делать какие-то ставки личные, так скажем, предикшены на то, как может отыграть в дальнейшем команда Unicorns of Love. Потому что у них при старте этого тега были очень серьезные проблемы. Они там после этого Евроникса, где у них тоже было все не очень хорошо. Долго искали себе игроков, более-менее долго очень стакались и пытались найти какую-то игру плюсом для себя. Но, как мы понимаем, ничего у них особого не вышло. Вот сейчас борются за проходочку на Мальмю. И, соответственно, может и получится, а может быть и нет. Хотя вот такой серьезный понят на старте. Я думаю, что, не знаю, хочется верить, но бывает, как всегда. В общем-то, три калаша в Крэйзи забрали. Плюс-найперскую винтовку также подкараулили. Ну и оставили немцам возможность закупиться, но закупиться на последнее. Соответственно, сейчас, если единорожки проигрывают, то у Крэйзи есть хороший шанс компэкнуть и на счет 3-4. Возможно, потом дальше идти, идти, идти. Но, как мы видим, зацепились Крэйзи не в первом девайсном раунде, а вообще, скажем так, на форсе после проигрывания девайсного раунда с тем, что осталось. Так, Эсперант. По-прежнему попытка номер два. Занять банан. Там хорошая каешка прилетает по игрокам Unicorns of Love. Крис БП-65 хп остается, 59 у Марки. И вот первый дамаг получен. И, в общем-то, особо террористы не жажды сейчас забегать куда-то на плен. По поводу Юрги, которую, кстати, нам показывают сейчас. Зашел я на Эшел Тип, смотрите, что это за молодой человек. Ему 20 лет. По команде он не числится еще официально в Unicorns of Love, но играл всего две карты как раз-таки за эту команду, как и в целом на Эшел Типе в своей карьере. Это было два матча как раз вчера против команды Брут и Простом. Обе команды, соответственно, пали под натиском Урье и его коллектива. Ну а посмотрим, что сейчас будет. Пока 4-1. В общем-то, прошлый раунд ребята из команды Крэйзи взяли. Ну а тут у нас пять калашей. Действительно, такие мобильные, хорошие девайсы, с которыми можно забежать быстро на плент. Это понимают ребята из команды Unicorns of Love и, скорее всего, пойдут на точку Б. Ну вот нужно пройти Эсперанте. Я не знаю, насколько он сейчас подготовлен к этому выстрелу. Видимо, там допобил себя по щекам и может попасть внезапно. Но Отто, мы видим, хорошо попадает снайперской винтовки. И под натиском вот этого всего падает еще и Марки. Ждал немец своего звездного часа, но прострелы не так много дэм уже нанесли игроку. Команды Крэйзи втроем принимают игроки. А там просто Крэйзи решил сгореть немножечко абсолютно полностью. В чем попытка продамажить от Урги, не забирает Эсперанта. Но вряд ли есть по двум игрокам информацию команды Unicorns of Love. 10 секунд времени. Бомба так и не стоит, потому что все игроки команды Unicorns of Love падают. Какое-нибудь сложное название. Каждый раз так говорить еще, особенно где-то в замесе в каком-то, что это можно язык сломать себе в какой-то момент. Но мы постараемся, честно. Можно говорить Юау. Мы привыкнем. Юау. Так еще хуже получается. Не, просто единорожки. Хотя так тоже нет. Коники. Нормально. Как-нибудь сможем осилить. Ох, выйдут на Тир-1, будем с Ликвидами путать, ребят. Но ладно. Одни рогатые лошади, вторые обычные. Все просто. Без проблем. Есть первый фраг от Отто по Урги. Второй фраг от Отто уже не по Урги. Некс убивает также еще и Крисби. Но тут раунд очень простой. Отто стоит на месте и убивает. Сколько у него там фрагов? 223 тысячи со снайперской винтовки. Его статрек показывает. Ну и вот он в этом раунде прибавил себе еще 3. Вместе с Хантером и Нексой. Это 3-4. За 28 секунд этот раунд справляется в пользу игроков защиты. Ну а вот теперь денежка имеется. У нас получается уже 3 калашников в 4. Ну и по всей видимости будет все-таки 5. Да, хороший, стабильный набор обычного, самого среднестатистического террориста, который хочет выиграть раунд. Есть бомба, есть какие-то небольшие раскидки. У каждого есть смог, кроме денима. Ну и посмотрим, что придумают ребята из команды Unicorn SovLav в этом раунде. Я читаю комменты на Твиче, и тут один товарищ написал, что игроки команды Крейси, насколько я понял, играют неуважительно. Я до сих пор не понимаю, о чем он говорит. Видимо, там, извините, пожалуйста, можно вас убить? Играют без уважения. Играют без уважения. Пришли на наш плент и играют без уважения. Да нет, все нормально, просто действительно игроки еще не проснулись, и тут нет никакого честа в этом или прочих вещей. Просто действительно нужно вникнуть в этот игровой процесс. У нас уже два фрага от команды Unicorns, и ребята залетают на базу Бэк Крейси. Потеряв двух бойцов, решают, неужели си на... А бомба-то вообще находится на Т-спауне еще до сих пор. Тут выход под снайперскую винтовку Отто. Он не мажет второго, также под флешку Хантера. Минусует снайпер команды Крейси, и Хана Хантера выходит к Зи. И как-то, по-моему, поторопились уникорнцы с своим выходом без бомбы на базу Бэк. Учитывая, что там еще могли через виду пойти игроки защиты. Просто бомбу щелкнуть, а там еще нас на базе... А, находится игрок защиты, марки, проходит дальше. Здесь его замечают летние. Изи фраг, изи выигранный раунд. Я не знаю, на что рассчитывали уникорнцы без этой бомбы. Забежав втроем на Б-плент, не прочекав позиции ключевые. Ну, окей. Отто хорош, просто невероятен. 12 на 2 он сейчас идет. Отто на протяжении уже 4-х раундов подряд творит хорошие, красивые вещи. Ну и, в принципе, главное, наверное, это сейчас именно не мазать со снайперской винтовки, что мы видели от Эсперанто. В начале этой игры, когда он просто-напросто не попал легкий фраг, вот Отто как раз-таки эти фраги попадает, что, наверное, больше и не надо. Хантер делает фраг по Урге. Опять же, это раунд только с деглами, поэтому стабильно, легко, 5-й раунд Крейзи будут себе забирать. И вот, кстати, несмотря на такой провальный старт, переворачивают ребята игру и уже спокойно 5 раундов подряд себе забирают, выводя ситуацию для себя вперед. Поэтому волноваться не стоит болельщикам команды Крейзи. Вроде как ребята подсобрались. Да, была не самая удачная, скажем так, первая половина первой половины. Самое-самое начало, ну, с пистолетным. Но дальше вроде как потихонечку защиту набирают обороты. А вот теперь вот, очень интересно, что впервые вижу от команды Unicorns of Love на протяжении этих двух дней. Это две снайперские винтовки за Т. Давайте посмотрим, что продемонстрируют ребята. Ну, я уже вижу 100%, что немецкая команда очень сильно торопится. У нас проходят раунды очень быстро. И, соответственно, в этом есть огромный минус. Потому что в некоторый момент нужно подумать, попробовать поменять подход к раундам. То есть, играть чуть-чуть размереннее. Но они торвутся в бой. Пытаются максимально быстро выйти на размены. Вот все вот эти вещи, которые у них не получаются. Но с тем временем на три фрага уже от команды Unicorns. Они щелкают одного за другим из игроков команды Крейзи. И, да, вроде бы намечается пятый раунд. Если опять же не ошибутся, снова бомба находится очень далеко от вышедших тиммейтов на плент. И, соответственно, сейчас будет попытка ретейка от Крейзи. Денег у них вообще ужас. Сколько много, да, особо их немцы не убивали. Там 15 тысяч, 14 тысяч, но нет. По-моему, калаши не хотят отдавать, хотя нет. Полетела там еще бомба. А тем временем прокидочкой такой. А игрок защиты уже готов. Видит Хантер одного. Можно попробовать второго. Также щелкает Хантер. Можно попробовать вообще выиграть данный раунд для себя. 4 в 2. Были игроки команды Unicorns of Love. Что ж, вы творите родненькие. Куда ты побежал по Молику? Стой. Нет. Хочет идти дальше. Забрался по два зоны. У нас Кзи и ждет. Ну а Хантер ждет свои возможности. Его, по-моему, не видно сейчас. За смоками находятся игроки из... Ага, было слышно. Ижелипрострел. До свидания. Но это летний, который пришел уже на хелпу. И, соответственно, из ниндзя добил игрока атаки. Что творят немцы? Я не знаю, почему ребята опять же торопятся. За что они так? Со своими фанатами, если такие есть в русской трансляции. Не зачекали просто-напросто руины. Там на гробах стоял Хантер, который очень и очень уверенно отыграл свою позицию и своих оппонентов принял без каких-либо проблем. Обидный раунд, конечно, отдавать такой. В большинстве двукратном были ребята. Заходили на сайт. Но дальше включились оставшиеся игроки команды Крэйзи. Отто спокойно. Никуда не торопясь. Убивает уже одного. Здесь эфирант вообще прыгает, стреляет. Уже парит над небесами в облаках. Убивает еще и Крисби. Что с закупкой? Мне хочется спросить, если честно, у команды Unicorns of Love. Потому что два игрока закупились. Три игрока не закупились. Что это за тактика? Ну, возможно, какая-то специальная. Минута 20 надо... Оп! Деним убивает Нексу. Но все равно большинство для команды Крэйзи. И сейчас эфиранте спокойно в одним зажимом убивает всех остальных. Квадрокилл для него. 7-4-7 раундов подряд для команды Крэйзи. Ощущение, что в Comedy Club попал какой-то. Потому что от Unicorns это какой-то цирк. Честно. У меня такие ощущения. И на лице у меня только улыбка. Сейчас от того, что происходит. И что вообще показывает у нас атака. Потому что, ну, столько раз отдавать преимущество. И так рваться в бой. Как ты правильно подметил, этот бай необязательный совершенно. Зачем он нужен был? Кому он нужен был? Типа два девайса. Сейчас мы видим, что у двух игроков нет раскида. Особо хорошая флешка. И выход от эспиранта. Минус три. Он дает еще и третьего. Последним патроном каким-то образом на халяву, по-моему, даже забрал. Есть также прошив от Кзи. Забирает он Нексу. Но там еще есть один игрок защиты. Которого могут не зачекать. Хантер. Полетел молик. Но не в Хантера. Хантер ждет. И одного, и второго. Сюда идите родники. 8-4. 8 раундов подряд для команды Крэйзи. Ну и кажется мне, что эта феерия будет продолжаться дальше. И в пользу команды Крэйзи. И какие-то 4-5. Да, как-то грустновато. Если честно, пока все это смотрится. Для команды Unicorns of Love начало было неплохое. Ну а дальше, посмотрите, как по статистике начинают врываться вперед ребята из команды Крэйзи. Мы видели Отто, да? 12 на 2 отмечалось. 14 на 3. 12 на 5 Хантера. 12 на 7 Эсперанто. Ну и вот спокойно Отто вместе с Эсперанто. Один бежит на мид. Его никто, в общем-то, не наказывает за это. Он открывается и просто-напросто спокойно в статном движении смотрит своих оппонентов. Здесь же Некса пришел на помощь к Эсперанто. Вместе решили запушить банан. Ну и в итоге спокойно в смог нашли фраг. Урги, правда, тоже в смог нашел фраг. В общем, тут разменялись этими самыми фрагами. Но 4 в 4. В принципе, ситуация все еще играбельная. Для команды Unicorns of Love. Интересная такая тема, что 16 тысяч улетний сейчас. Ровно 16 тысяч. То есть он ничего не закупал в этом раунде абсолютно. Хотя, например, мог бы дропнуть там девайс какой-нибудь Эсперанто, например. Если бы ему нужен он был. Или пистолет. В общем, из разряда того, что деньги сейчас просто не пойдут на счет. Потому что все. Денег много. Слишком много. Дата тоже до конца игры хватает. Ребятам по-любому дадут какие-то дропы. Так что они не особо парятся. Может быть, рассчитывают на вынос команды Unicorns of Love. У нас тем временем еще один фраг от GZ. Разворот, поворот и выход на базу B. Об этом Крэйзи не догадываются абсолютно. Хотя вот номер 5 у нас Отто побежал на то, чтобы посмотреть. И даже попадает по Дениму. И, соответственно, только один у нас Nex остается в более-менее какой-то позиции. Сейчас на входе у него GZ. Погибает GZ. Пошла флешечка верхом через Вазон. И ставится Пленд. Сейчас Nex ждет. Пленд пошел. Минус Деним. И это 3 в 2. Есть шанс на ретейк за счет этих двух фрагов от Nex. Ну и, соответственно, тут Марки. Опорник, который ждет одного товарища. Возможно, придет еще и Летний, как мы видим. Также будет открываться. Видно головочку. Не видно головочки. Падает Марки. Остается Урги последний. И вот, возможно, звездный час этого товарища из команды Unicorns of Love, который попытается выиграть данный клач Рим 2. Хотя есть смачок, которым закрываются руинки. И Nex проверяет Темку. Там никого нет. Бомба пищит. Будет, будет, будет. Все, изи. 3, 2, 1. Легчайше. Бомба. Это 9 раунд для команды. Я думал, Урги будет обходить, если честно, с КТ по итогу. Но в итоге нет. Что-то он хотел в Смок зайти. Ну ладно. Не суть. Ну, видишь, там, по идее, если Смоки дают на этот просвет, то там, по идее, ну, в общем-то, тебя будут ждать с другой стороны. Поэтому логично было попробовать прошить Смок. Тем более, что я так понимаю, он примерно понимал, где находится бомба. И попытался вот таким образом, не подставляясь, попробовать этого дефисича убить. Иначе это практически моментальная смерть была, вероятнее всего. Ну и плюс бомба не совсем хорошо стояла под его позицию, чтобы он выходил не в Смок. Было бы неудобно, вероятно. Ну, можно было, наверное, как-нибудь там подергать. Ну, это решение уже игрока. В любом случае, заигранное. Смотрим, друзья. Последние два раунда, которые остаются у нас в первой половине. Безоговорочная победа команды Крэйзи на этом самом Инферно в первой половине. А потом уже будем смотреть, как ребята отыграют за атаку. Пока что нужно доиграть эти оставшиеся раунды. Есть закупка у команды Unicorns of Love. Есть пять калашей. А вот с гранатами сейчас у нас небольшие проблемы. Всего две флешки остаются на команду. Коктейль Молотова также в количестве двух и один Смок. То есть, конечно, это какая-то минимальная такая раскидка, которую можно, наверное, с собой взять на сайт. Но, опять же, только две флешки. Давайте посмотрим, как они будут разыгрываться. Летний. Вот, пожалуйста, раз Молик. И, по сути, уже... Сколько там? Половина гранат исчезла. То есть, сейчас будут ребята из команды Unicorns of Love насухо заходить без гранат к ребятам на ассайд. А тут Летний просто-напросто заходит, убивает одного, убивает второго. Его, правда, разменяли. А вот теперь TF3 можно попробовать даже и бомбу установить и разыграть этот пятый раунд для себя. Да, тут неплохие шансы. Нашли еще Молик. Где-то в пленте и флешечка имеется. Но, ребята из команды Crazy пойдут в 100%. Опять же, деньги есть. Да, истается всего лишь два раунда. До окончания половины нужно идти, пытаться эту бомбу ретейкать. Тем более, что у них это получалось на протяжении всех раундов, где Unicorns ставили ту самую бомбу. И вот она, первоначальная раскидка. Хаешка, флешка. Еще имеется смок и флешка. Полетела флешка, ответ от Урги. Никто там не ослеп. Ну и пошли выходы. Есть GZ на Апарта, который, наверное, будет здесь ключевым товарищем, который щелкает одного. Есть возможность попробовать второго. Нет, справляется Урги с товарищем. Отто убивает одного. Игрокам в размену времени не хватает. Это Браун для команды Unicorns of Love. И попытка от Отто просто сыграть на фраге. Здесь уже взрывается он, не отдавая снайперскую винтовку. Хотя это уже было неважно. Опять же, деньги есть. Времени не было. Короче, все складывалось так, что Unicorns должны были взять этот пятый раунд. И казалось бы, вроде бы, да, счет 9-5, такой ровненький. И если кто-то зашел только что сейчас к нам на трансляции, ну, дефолтный счет. Но не стоит забывать, что это был счет 4-0 в пользу команды Unicorns of Love. Потом у нас 9 раундов подряд взяли Crazy. И вот такой счет 9-5 вырисовался. Я не знаю, как у нас сыграть за защиту Unicorns. Я не знаю. Фейк давно не смотрел, к сожалению. И мне кажется, что они будут так же быстро нагло действовать. И из-за этого их очень сильно будут нагармывать. Марки находят фраг по летним. 5-4 уже большинство ребят с команды Unicorns of Love. Но это, собственно, последний раунд. Хаешечки тут. Ой-ой-ой. 9 хп остается у Крисби. Очень неприятно сейчас пролетело над ухом. Не взорвалось уж на 91% здоровья. Но все-таки, несмотря на это, по-прежнему 5 игроков команды Unicorns of Love живы. И готовы забирать для себя 6-й раунд. Наверное, это было бы неплохо для них. Потому что 6 за атаку с хорошей защитой, наверное, можно действительно разыграть. Тем более свой пик. То есть у команды Crazy мы отмечали, да, еще в начале, что не все так прекрасно, как хотелось бы с картой Инферно. Но вот сейчас вот будет выход от команды Unicorns of Love на точку B. Здесь всего один игрок. Это Эсперанто. Откидывает Молик. Откидывает Смок. Пытается выиграть максимально времени. Но и вот по итогу все-таки заход на пустой плент. Перекидывает до ним бомбу. Урген нужно ее сейчас поставить. Ну и главное не ошибиться. Ребята, мы с командой Unicorns of Love при потере сейчас... А вот-вот-вот пошел игрок. Некса убивает. Правда, две разменивает одного и второго. И ситуация 4 в 2. Не попадает там, походу, еще и Отто со снайперской иментовки. Ну и все. Этот раунд будет отправляться к ребятам из команды Unicorns of Love. 9-6. Именно так заканчивается наша первая половина. Да ей же. Собственно, какая-то интрига сохраняется. Опять же, кажется, подрасслабились Crazy. В окончании половины понимаю, что у них и так все на мази. Вроде так раунды легко даются. А не так все просто. Чуть расслабились. И опять же, полетели раунды в пользу немецкой команды. Ну а теперь с моих сторон и посмотрим, как действительно здесь покажут себя... Хотел сказать пони, но нет. Единорожки. Розовые. Судя по их логотипчику. Притом-то такая очень злая лошадка. Бодренькая. Но розовая. То есть я не знаю, как не относиться сейчас к этому логотипу. Относись как ко всему. Как будто... С пофигизмом? Нет. А ты ко всему с пофигизмом относишься? Ну нет, конечно, нет. На самом деле, очень интересный момент того, что... Вот я отмечал в начале нашей трансляции, что вроде как год заканчивается, но турниров действительно много. И мне было интересно, как Крейзи вообще успеют все, потому что у них запланирован на сегодняшний день там еще один матч. И из разряда 2-0 это, наверное, единственный вариант для них. Поэтому мне кажется, что здесь ребята реально должны потеть и забирать все это 2-0. Ну либо что-то прям очень быстро туда-сюда. И давайте next. Короче, будем смотреть, друзья. Так или иначе, пока что 9-6 за командой Крейзи. Они бегут на точку Б. Там всего один опорник. Эсперанто держит двоих, троих. Одного убивает. Крисби! И по спинам стреляет, но всего двоих. Почему всего? Потому что, наверное, позиция хотелось бы и на 3, и на 4, и на 5. Можно было закрывать всех, но в итоге бомба устанавливается. Эсперанто чисто щелкает с P250 в троих. Спокойно, очень размеренно. Вдох-выдох. Пошли дальше. 10-6. Крейзи забирают пистолетку. Ну, Эсперанто, да. Если этот литовец проснется, все будет кончено для команды Unicorns of Love. Это будет что-то очень страшное. Я даже боюсь смотреть мираж от команды Крейзи. Против этой немецкой команды. Потому что, действительно, у Крейзи Мираж сильнейшая карта. Их на этой карте очень сложно обыграть даже грандом. То есть, там бывают очень такие сильные зарубы. И зачастую победа команды Крейзи. Особенно в серьезных матчах. Где-то на ланн-стадиях. Где-то вот в крупных турнирах. А вот здесь какая-то такая проходимая команда. Которая, наверное, вообще оторвут все, что только возможно. Выход от Данима. Попадание по голове. Летний также чуть не отъехал Эсперанто. Мог бы тут пострадать очень сильно. Но неплохо там подработал. Со своим под 50-м игрок защиты. Но тут вся команда Unicorns of Love падает в момент. Буквально вот когда начал заканчивать мысль. Начал заканчивать. Но тоже бывает. И вся команда Unicorns of Love впала. При том, что у них был полу-форсбай. Сейчас денег не так много у ребят. Но они все равно закупаются фамасами. Имеется всего лишь две эмки. Но зато хорошая раскидка. Правда, без дефюз-китов. То есть, вроде бы, золотая середина. Только без жизненно важных инструментов. Типа тех же самых китов. И более мощного оружия. Ну, посмотрим, что из этого получится. Опять же, нужно брать немцам браунды. Потому что сейчас выдаешь. Крэйзи выходят уже, возможно, на раундах. Так, 13. Тут Хантер врывается. Вообще ничего не боится. Тут, может быть, все закончено, честно говоря. Я думаю, что пора сворачивать ласты. Ребятам из команды Unicorns of Love. Потому что Крэйзи смотрится очень круто. Ну, на начало атаки так точно. Посмотрим, что дальше будет. Но вот сейчас вот опять же на уверенности Хантер прорвался. Что это было вот как раз, когда он играл с ДКТ на этой позиции. Хантер ворвался и убил еще одного. Но 2 в 2. Хороший фраг от Отто. Здесь Урги пытается нашить. Нашивает. Неплохо. 48 хп и 43 остается у ребят из команды Крэйзи. Меньше сотки на двоих. Уже 22,3. Вообще, что происходит? Там нашивка идет конкретнейшая. Но нужно поставить бомбу. Нужно попробовать все еще разыграть эту ситуацию. Да. Немного здоровья. Отто. Есть фраг по Ургию. Как это в голову попал? Хотя вообще в стену нашивал. А Эсперанто такой. И. Тыгдык, тыгдык. И на, убежал. И в общем, там сейчас бомбу будет ставить и выигрывать этот раунд. И игру вообще для своей команды. Если Отто этого не сделает раньше. Но нет. Кзи убивает. Один в один. Но и вот начинается самое интересное. 3 хп против 41. И смотри, будет сейчас встреча. Потому что, о, Эсперанто уже перемещается на ребра. А Гзи, возможно, его здесь не ждет. И кто кого Гзи чекает, не чекает Гзи. Где здесь кто им? Тайминг хороший для Гзи. Да, он смотрел. Он смотрел. Не знаю. Он смотрел в стену, да. Он расглядывал стену. Видимо, какой-то пиксель там для себя выцеливал. Но немного не угадал. Соответственно, он, видимо, ждал еще и со спины, что может с банана прийти игрок защиты. Но сам себя перехитрил. Можно было ставить как-то закрытие. Можно было поставить бомбу под... Хотя и так стоит под аппарты. И пытаться этим играться. И бомба стоит под все что угодно. Честно говоря. Но вот такая позиция, слишком хитрая, мудрая. Привела к тому, что его заметили. Убили. Ну, там 3 хп. Или сколько там было? 9. Не особо важно. На один патрон с любого девайса. Абсолютно точно. Ну, вот тебе решение. То есть, два в один были ребята из команды Крейзи. Решили разделиться. И за это поплатились. Могли сыграть, наверное, как-то иначе. Но тут была вот эта тема до того момента, как сделал фраг игрок, который убил игрока на церкви. О, господи. Вроде выговорил. Ну, короче, не суть важна. Тоже момент заигран. Мне кажется, Крейзи знали, что делали. Но вот дальше в конце 1 на 1 все-таки последний игрок команды Никорнсова в ЛАФ оказался сильнее. Хотя диффуз китов не было. То есть, тоже интересный момент. Смотрим дальше, друзья. Четвертый раунд второй половины. С закупкой опять же проблемы. У Юникорнсов ЛАФ это Юмпик, это ПМП-9, это ФАМАС, это П-90 и Калашников на руках у этих ребят. Но команда Крейзи, снайперская винтовка для Отто и 4 Калаша. Все неплохо по гранатам. Поэтому они могут себя чувствовать более чем уверенно. Ну и реализовывать задумки, которые у них, в принципе, были по началу этого раунда. А у Орги Петушок. Раундочка, которая сработала на 100%. Вот это очень красиво было. Так, действительно, зажать. Вот прям просто вжать в пол и всех расстрелять. Браво. Просто аплодисменты. И всего 9 фрагов у него, кстати, в этой игре. Но это были, возможно, одни из самых важных фрагов. А что? Друзья, Юникорнсов ЛАФ поставляют своих оппонентов без экономики. И сейчас у них только лишь 3 пистолета. Это 3 Дегла и 2 П250. Вот именно с такими девайсами будут ребята из команды Крейзи играть. Безошибочный раунд. Это, в принципе, выход на 9-11. А там всего 2 раунда разницы. По идее, если мы рассматриваем карту Инферно как КТ, это сильная сторона, то здесь все шансы есть у Юникорнсов ЛАФ на своем пике. Поэтому пока что главное им не ошибаться. Ну а дальше в том же духе стараться своих оппонентов закрывать. Пока 8-11 и шанс на 9-й для Юникорнсов ЛАФ. Да, хороший шанс. Но только если не придет хедшоты, тогда все действительно будет хорошо. Поскольку под базой Б только один товарищ находится в США. И если его пройдут, это, вероятнее всего, пустая база Б, но усмещается. Поближе к пленту марки. Соответственно, возможно, еще и Хелпу перетягивает к себе. Номер один бежит это к резьбе. Также на хокусовому тиммейту. Но вот это уже будет посерьезнее. Бригада, учитывая, что нет ни одной гранаты сейчас у команды Крэйзи, пройти процед будет крайне сложно. То есть нужно будет там пропрыгивать, выпрыгивать, выплясывать. Как-то пытаться давить, душить. Но вот он смог, который еще задерживает команду Крэйзи. И вот только после него, возможно, ребята пойдут на базу Б. Хотя, как мы видели, оставили вдвоем они игроков своих и перемещаются под А-базу. Нет. Передумали вновь. Посмотрели просто спину. 20 секунд времени. И вот он выход от команды Крэйзи. Тут уже вся команда Unicorns of Love. Практически без лишь одного Кзи. Но это точно девяточка для лошадок. Потому что, ну, вариантов нет вообще. Погибает. Но с тем временем Некса. 10 секунд времени. Пошло Фармилова. Сжигает одного. И только один размен от Отто. 7 секунд времени. Попытается. Нужно помирать команде Крэйзи. Нече 9 не дадут. И есть еще один фраг от Джигла. Для Эсперанты. 9-1-1. Время звонить в комбатчатную. Время. Да. Все так. Все так, друзья. Смотрим, что у нас вообще по девайсам. Здесь у ребят из команды Крэйзи. Есть 4 калашниковых. И СГшечка для Отто. Отто, кстати, единственный игрок, кто за эту карту вышел в 20-ку фрагов. И сейчас, в принципе, нужно ему выходить, наверное, в 30-ку. Чтобы команда чувствовала себя уверенно и выигрывала на этой карте. Пока что Хантер врывается. На банан. Здесь убивает одного. Крисби нашли. Но Крисби с разворота. Вы смотрите, как опасно действует. Он все-таки делает фраг по Хантеру. Откидывает Смог. И как это так получилось? Отто делает 21-й фраг без каких-либо проблем. Просто зажимом Смог. Крисби, кстати, знал. Он слышал там 2 секунды подряд. Но все равно решил под этот зажим пойти. Но пуля... Дождь из пуль все-таки наказал его за это. 4 в 3 большинство. И у Крэйзи шанс выхода на 12-й раунд. Ну а посмотри. Юникорс вообще все вместе сместились под базу B. Абсолютно пустая плент. Об этом Крэйзи пока еще не знает. Но двигаются в этом направлении. Соответственно, если сейчас поторопятся у нас лошадки, то все может быть для них интересно. Крэйзи убивают Урги. Погибают у нас в размере от Гзис. Раз, два оппонента. Ну и пустая плент ставится... Не ставится бомбочка. Потому что тут летний еще раз скидкой занимается. Смог полетел. И нужно сейчас влетать. Но боится, что есть кто-то уже с ребер. Пришедший с Макии. Подсадочка. И летний может сейчас погибнуть. Если поднимет головушку... Нет, не заметили. Да ладно. Так, Молик. Вот теперь замечают. Ой-ой-ой. Да, убивает летний. Некса остается один. Говорит, дружище, а за что ты меня покинул? Да, ну ладно, справлюсь без тебя. Убивает первого. Есть примерная информация, где находится здесь последний игрокоманды Unicorns of Love. Некса прячется. Некса танцует против него. И в итоге перестреливает Нексу этот молодой человек. Десятый раунд ребята будут брать. Опять, смотри, не было китов. То есть потанцевать еще, сколько там, пять секунд Нексе, и можно было бы выигрывать раунд. Но, опять же, с экономикой все еще огромные проблемы настолько у команды Unicorns of Love, что иногда просто не хватает закупить диффуз-киты. И это, в принципе, могло стоить раунды сейчас, но нет. Десятый раунд со скрипом, но собирают у нас лошадки. Что дальше? Что дальше? У нас в Украине все-таки денежка имеется. Это по-прежнему два СГ, по-прежнему два Калаша и Галил на летние. Да, еще у нас идут параллельные матчи. Также их еще три. Помимо этого, где играют также командами те самые Best of 3 за единственную квоту, по-моему, всего лишь... Да, один спот на DreamHack Mastery с Malmo, который остался всего лишь восемь. Там по команд будет, если ничего не путают в этом турнире. У нас тут уже Hunter. Выход неплохо прошли. Крик Зи вместе с тиммейтом выходили в Барна, но хватило только одного Хантера. И там играет команда MoSports и команда Fate. MoSports пока что на первой карте уверенно лидирует. Команда Heroic и Spirit. Там Spirit ведут после первой половины 11-4. Можете также посмотреть и поболеть за нашу команду. Наши коллективы, которые здесь мы наблюдаем. Crazy и Unicorns of Love. И также коллектив Трикет и Геймер Легион. Там у нас стак... Ой-ой-ой, тут развал страшный, пока я тут сейчас обрадовал. Но вроде бы какая-то ледочка есть. Ладно, сейчас дождемся этого раунда. Я рассказываю, что там к чему. Крисб забирает еще товарищи. У нас 4 единички на табло. И равный счет в этом матче. Unicorns действительно сейчас взялись за работу над ошибками и наказывают Крисб. Так вот, стак скрима. Господи, я долго вспомнил эту легенду. Но, в общем, там тоже идет заруба против команды Трикет у этих ребят. И 12-9 там что-то тоже такое нарисовывается более-менее плотненькое. Поэтому у нас есть много вариаций, где что посмотреть. Я думаю, что вы без КС сегодня не останетесь. Тем более, что матчи будут еще идти очень долго. Там еще будут сегодня все эти Best of Play. Потом Северная Америка и куча-куча всяких там возможных вариантов. Хаешечка от Крисби убивает Нексу. Крисби до этого убил Нексу. В общем, друг друга убили, ребята. Скажем так, Отто. Сделал шаг по Дениму. Здесь встретил Урги. Хантер убивает Урги. Так красиво разменами у нас идет. Но пока в пользу Крейзи. Но там всего три тегла. Здесь нужно разменять. Выходить летний было с самого начала. Но теперь вдвоем попытаться зажать. Да, так это и происходит. Два в один. Бомба на руках. Бомба устанавливается. И вот он, по сути, шанс. Очень хороший для команды Крейзи, который нельзя упускать. Единственное, что, опять же, не успевают взять, подобрать девайсы какие-либо. Поэтому будут играть именно с деглами. Ну и с деглами, в принципе, у них очень неплохо получилось. Нужно еще летний сделать фраг, чтобы был Тим Эйс. Так, Эсперанта попадает по марке. 69 хп у него остается. Откидывает марки. Смок и флешку под нее будет действовать. Ну что, летний, дружище, давай, красиво, чтобы каждый по фрагу сделал, как говорится. И да, так это и происходит. Это Тим Эйс от команды Крейзи. Ну и спокойно 12 раунд все-таки себе забирают. Не дают своим оппонентам выйти вперед. И, друзья, внимание. На экран, в левую часть, денег нет у команды Unicorn Soul Love. Сколько раундов там было подряд сыграно? Пять, что-то типа такого. Но, так как Крейзи очень серьезно работали по экономике своих оппонентов, сейчас могут довольствоваться ребята только лишь деглами. И то, Даним почему-то опять же закупился на все деньги. Остальные не закупились на все деньги. Вопрос хороший. Почему, может быть, заведомо делают два экономических раунда? Но это очень больно скажется по игре. Это, скорее всего, как в паве. Что, фарсим? Нет, не фарсим, блин, я уже закупился. Что-то из этой серии должно быть, наверное. Хотя, возможно, сделал ставку просто на свой дегл. Почему бы нет? Такое тоже имеет место быть. Гзи. Пожал уже Теопарты. Там же он отъехал. Собственно говоря, укрепление базы БФ четвером. Игроки команды Unicorn Soul Love там находятся флешка неплохая. Хатшот от Крисби. Может попробовать еще и по второму поработать. Не получается. Но теперь должна быть информация для команды Крейзи, что может смещаться на Апленд. Куда-то у нас побежал Хантер безберетник. Погибает от Урги. Дожал его игрок защиты. Ну и, соответственно, у нас перемещение, возможно, будет под Апленд. Нет, Крейзи идут дальше. Подставляется под СГшку. Под Урги. Некса дает ответный фраг. Но это 2 в 3. И очень битый Некса попытается пройти дальше. Там находятся Марки Некса. Вместе с тиммейтом не должен идти номером 1. Потому что сейчас может быть очень больно. Марки видно ножку. Информация для тиммейта. Ну что за... Что это было? Летний такой. В смысле? Это был чувак? А почему ты мне не сказал? Что-то было заудивлено. Там Марки видел спину. Это был троллинг. Он не стал стрелять сразу. Потому что думал, сейчас еще второго найдет. Двоих заберет. В итоге никого не убил. Хотя ситуация могла быть уже 2 в 1. Что-то невероятное здесь происходит у нас, друзья, на карте. Ну и что делать? Вот вопрос к чатику. Что делать, друзья? Сейчас 9-й раунд второй половины. У летней 90 хп. У Некса 13. Но, опять же, можно взять смок. Можно кинуть его вот так. Так вот, да, на КТ. Откинуть еще молик и зайти на точку Б. Но по-прежнему здесь 2 игрока будут вас встречать. Летний убивает. Но Крисби на размене. 8 секунд на таймере Некса. Будет ли ставить бомбу? Устанавливает Крисби. Будет заходить? Нет, боится. Нет, заходит все-таки и делает фраг с третьей попытки. И убивает этот 12-й раунд для Unicorns of Love. Ну что вообще это за размены экономическими раундами у нас на этой первой карте, друзья, на пике. Команда Unicorns of Love не отпускает все-таки далеко своих оппонентов. И все-таки, возможно, вот это решение сыграть с деглами, оно в своем роде действительно пронесло успех. 12-12 спустя 24 раунда, пока победитель не выявлен. Да, вообще, знаешь, ощущение такое-то, что в Крэйзи играть не особо хотят. То есть от них много ошибок, от них где-то мискоммуникация происходит. И кажется мне, что это все связано с тем, что ребята сегодня через 2 часа играют на ECS. А ECS, на секундочку, турнир с призовыми в раза 2 больше. Ну и, наверное, по статусности тоже имеет вес. Я думаю, что Крэйзи могут специально слить не в том плане, что типа Ассалют и 3-2-2, нет. Как это бывает очень часто, просто дается слот, типа мы не играем дальше, все. Такое тоже много раз было, потому что есть более престижные турниры, есть какие-то еще вещи, типа там свадьба. И какие-то тоже такие были случаи, там Кирилл Карасев на свадьбу поехал и не стал доигрывать Турика, дав кого-то другим чувакам просто, и все. Я думаю, они сейчас просто играют из разряда, ну давайте как-нибудь сыграем, типа вот вдруг выиграем, то есть не особо переживая. Это только предположение, разумеется. А если не получится, ну не получится. Просто если бы они заведомо отдавали квоту, мне кажется, они могли просто сказать, ребята, ну мы так и так... А разминка? Разминка это же лучше, чем праг. У тебя команда, которая против тебя заряжена 100%, они хотят квоту. Поэтому это, знаешь, такой бой перед боем. Может быть, может быть, да. Часто ты делаешь бой перед боем? Бывает, ну типа я захожу на какой-нибудь ДМчик и у меня бой перед боем. Окей. Все изи вообще. Урги, фраг по Nexia, 4 в 3, большинство для Unicorns of Love. Что-то мы прям с тобой так, знаешь, заведомо похоронили Крейзи. Мне уже кажется, что здесь первая карта в любом случае ушла за Unicorns of Love. Нет, друзья, давайте не будем все-таки еще интригу поддерживать, потому что Крейзи реально могут, спокойно могут еще и выиграть этот Инферно, и Мираж, и Вертига, да, вообще все могут выиграть. Но вот, наверное, не этот раунд, потому что здесь закрыто. Для них 13-й раунд Unicorns of Love выигрывают. И в принципе им остается выиграть всего 3 до победы на первой карте. Ну а вот у Крейзи денежка имеется, кстати, на этот, поэтому борьба у нас все еще будет в рамках этого Инферно. Ну, какая-то еще, наверное, да, вырисовывается. Опять же, вроде бы берут для себя браунды, а денег по-прежнему нет. И на счету практически у всех там меньше тысячи. Только марки 2500, но если там особо выживает, гренадирование жесткое по банану у нас отваривается от Крисби. Сразу два товарища взрывает также Хантера, остается на лоу-хп Крисби, но не мешает этому жить, проживать свою жизнь дальше в этом раунде. Ну и теперь, возможно, летний какой-то выход и в смог, может быть, нашлешь, товарищ? Нет. На поджуму в педла также от команды Никонсов Лав нет. В этот раз ребята не торопятся, понимают, что ну нельзя идти вот так вот прям в лобешник и пытаться перестрелять и переграть команду Крейзи. Нужно все это дело сыграть аккуратненько, потому что счет уже идет к финальному. На этой карте, если выиграешь сейчас, то у Крейзи опять не хватает денег. Бомбу Крейзи в этом раунде вряд ли поставят, только если пройдут двух опорников. Да, тогда будет шанс и бомб поставить, возможно, какой-то клач разыграть. Хотя я сомневаюсь, что вот так Юникорны запустят игроков команды Крейзи без разменов, без фрагов. Вот он первый Некса на стрейфочке, значит, оппонент начинает прошивать. Очень больно Кзи, на полный хп прилетает, тут же смог в ответ от команды Юникорнс. Ну и там уже пошла и спина, и, короче, команду Крейзи сейчас будут аннигилировать по всем фронтам. Тем более, что до ним не торопятся. Он проходит просто по... Нет, он торопится. Ладно, это я пошутил. А вот теперь обратно на Аплэн. И снова на Аплэн, смотри. Нет. Ну куда ты, ну сходи на Аплэн. Господи, они все вместе сейчас из Юникорнов убегут на базу. А, неужели? Так. Ну зачем на 2-2 останетесь вы? Ну куда вы пошли? Это неинтересно. Подожди, сейчас Некса убьет Марки. Откинет флешку. Нет. Нет, нет, нет. Видимо, просто уйдет на сейв. Окей, 14-12 для Unicorns of Love, друзья. С деньгами проблема. Сейчас Некса засейвит. У него останется 2-100. Это возможный дроп Галила. Но, действительно, извините меня, но деньги... Денег нет. 3-400, 3-500. Вот 4-700 только у Хантера. Но это должна быть закупка. Иначе это, в противном случае, отдача трех маппоинтов. И, в общем-то, шансы огромные у команды Unicorns of Love. Ну вот, скажем так, доигрались. Ребята из команды Crazy. Не сказать, что вроде как плохо играют, но вот что-то не получается. Наверное, на карте Inferno. Минута 45 на таймере. Начинается 12-й раунд второй половины. Но начинается он на хорошей ноте для команды Crazy. Хантер делает фраг по XZ. Да, неплохо. Есть первый минус. Но нужно делать еще 4, чтобы хотя бы как-то рассчитывать на победу в этой карте. Поскольку, опять же, денег немного. У Unicorns нужно будет делать 2-3 сейва, чтобы обеспечить себя деньгами и девайсами. В раунде номер 13 второй половины. И вот он, Урги, со снайперской винтовкой. На тебе, Хантер. И скрывается где-то в неизвестности на базе А. Три опорника находятся на точке А, которых пройти сейчас будет очень сложно. Некса убивает практически оппонента. Урги там спасается бегством. Прилетает Молик. Всем сейвит своих тиммейтов команды Unicorns. И Молик, и Флэш, и просто какая-то огневая поддержка. Летний выходит просто без ничего. Через Мог. Тут же в упор встречает его Крисби, но встречает неуверенно. Соответственно, погибает Крисби. И тут у нас есть игрок защиты, который должен вроде как погибать. А почему? Где размен? Летний проспал. Я не знаю, почему ребята очень долго дают информацию друг к другу из команды Crazy. Неужели у них там, не знаю, в чем они. В ICQ общаются, печатают. Очень долго они раздражают по этому поводу. Много же моментов было. Крэйзи. Хотя, опять же, по очень ранней перетяжке, если бы там игрок не кидал смок, он спокойно убивал бы первого игрока, который просто с бомбой бежал. 14-13. Борьба у нас по-прежнему остается на этой карте. Там уже скоро закончатся деньги у самих ребят из команды Unicorns of Love. Поэтому один раунд разницы всего. Может быть, еще и допчики мы с вами увидим. Но вот пока главное, наверное, для Крэйзи, это первое, сохранить девайсы. Ну, а второе, попытаться выбить этот самый последний оставшийся девайс Unicorns of Love. Не видят, не видят Урги. А Урги не палец. Он просили сплэнтею. У него снайперская винтовка не торчит. Он убивает бледни. Ну и, соответственно, уже времени не хватает, чтобы развернуться и добить снайперскую винтовку, которая была. Хотя, как мы видим... А где снайперскую винтовку? Он ее выкинул, что ли? А нет, просто дал дроп. Все, я плэл. То я еще думал, что в порыве страсти он выкинул снайперскую винтовку, чтобы не отдавать оппонентам. Но хватает денег немцам. Каким-то образом чудесным. И на диффюс киты, и на раскидку какой-то более-менее. Юмпик имеется и 3М-ки. Что, в принципе, неплохо. Плюс снайперская винтовка вообще замечательно. Есть шанс, есть возможность попробовать перевести все это на 15 раунд и на маппоинты. Первые Урги складываются пополам от Хантера. Тут же размен, возможно, поступил бы, но Хантер еле-еле выживает на лоу-ХП. В случае прилетает Хаяшка под ноги Исперанто. Ну и выход под базу А. Планируют выигроки команды Крейзи, при том довольно быстрый, скажем так. У нас еще, возможно, будет война на банане. Там у нас есть игрок за бревнами, но вот побоялся Марки идти дальше и давить. Он перемещается на точку А. И об этом, конечно же, Крейзи опять не знают. Если бы знали, давно уже были на точке Б. И, соответственно, ставили бомбу и довольствовали 14 раундом. А сейчас это просто возможность для Крейзи постреляться. Как бы то ни было, Хантер на партах. Ото погибает от Денима, размена не последовала. Некса, вот он минус, а вот он фраг от Хантера. И тут же прилетела Хэлпа, вроде бы, но над Смаками ничего не видно. 4 в 2, это раунд для команды Крейзи 100%. Нужно юникорнцам просто брать руки в ноги и бежать. У них, конечно, есть шанс по лоу-ХПом поработать. И вроде как уже и денег нет, можно было бы на мужика пойти. Но как-то вот мы понимаем, что ребята играют на верочку и хотят сыграть, по идее, два фарса. Я вот заметил одну интересную особенность. Команда Unicorns of Love ребята очень часто стараются именно угадывать пленты. То есть вот на прошлый раз, в прошлом раунде, например, взять, они пытались вдвоем перебежать на точку Б. Здесь же они попытались как-то в большинстве сыграть под А плентами. И вроде как угадывают достаточно часто на протяжении, опять же, этого Инферно. Но все равно где-то чего-то не хватает. И Крейзи оказывается сильнее, возможно, даже в каких-то индивидуальных моментах на классе, как говорится. 14-14. Вот они, все 30 раундов в основном времени мы с вами посмотрим. Либо 16-14 в одну сторону, либо мы увидим допы еще больше раундов. Но пока сильнее и перспективнее, наверное, на победу в этой карте смотрятся именно ребята из команды Крейзи. Потому что денег у команды Unicorns of Love нет совершенно. Там две сохраненные эмочки с прошлого раунда, там две ЦЗшки и P250 на ГЗИ. Этот раунд, скорее всего, не должны отдавать Крейзи. Ну а дальше только борьба за овертаймы. Либо же какая-нибудь интересная, опять же, заливка от команды Крейзи, которую мы, в принципе, уже видели сегодня. Поэтому давайте смотреть. Минуты 35. Это 14-й раунд второй половины. Ну это, конечно, матч, который из легкого должен превращаться уже в матч плотный. Если мы видели какую-то неистовую вообще волю к победе для команды Крейзи, которые брали 9 раундов подряд без особых проблем. И на счетах по 16 лич практически у всех товарищей, что здесь. Конечно, огромное проблемище. И тут в этом раунде, кстати, тоже может нарисоваться все что угодно. У нас номер 4. Это ГЗИ. Он идет по траншеи и, возможно, сейчас будет неожиданным фактором для своих оппонентов. Он поднимает голову. И здесь вся бригада. Минус 1, минус 2. ГЗИ третьего убирает. Также с 50-го четвое происходит. ГЗИ, ты че? Делаешь что такое? Погибает все-таки ГЗИ. Эсперанто. Без бомбы. Видит оппонента. Погибает Урге. А тут уже проблемы. 2 в 3. И без девайса. Там еще есть бомба на руках. Игрок атаки. Слышишь перемещение игроков в защиту, который убегает на базу. А остается только один товарищ. Это Крисби, который должен убить игрока на медвее. Так и получается. Но теперь уже для Некса есть вся необходимая информация, где находятся его оппоненты. Потому что двух он слышал. Одного также по воле судеб. Поскольку он просто слышал, как убивает тиммейта. И по информации его отработал. Но все равно остается шанс выиграть данный раунд для себя. Потому что есть абсолютно два живых оппонента. По которым тоже можно поработать. Один без армора вообще. И оба погибают от Некса. Изи пизи. Куда ж вырванули-то так рано. Вот дела. Сейчас Кзи просто сидит и думает. Ребята, вот вы что. 2 в 5, ну блин. Я пришел там. Так сделал красиво. С П250-го. Троих забрал в спины. А вы не можете вот это все довести до конца. Обидно. Просто обидно. Сейчас должно быть реально Икзи и всей команде Unicorns of Love. Ну а Крэйзи. Браво Некса. Который разыграл действительно ситуацию непростую. Один в три. Ну что. Маппоинт. Для Крэйзи шанс закрыть карту Инферно. Отправиться на второй. Соответственно выбор команды уже Крэйзи. Это у нас будет Мираж. Ну а на Мираже мы знаем, насколько сильны ребята из команды Крэйзи. Что там шанса действительно очень и очень мало. Лично я даю Unicorns. Там есть уже первый фраг от команды Крэйзи. Это был Некса, который отправит Кзин на, возможно, на вторую карту сразу же. Ну и четыре фрага остается сделать эти парня. Да, тут уже даже три с половиной. Марки тоже очень сильно отхватил от команды Крэйзи. 28 хп у него осталось после контакта с игроками на банане. Ну и тут опять же пытается угадывать немцы. Тут уже трое по точке B. Один товарищ где-то стоит под козырьком и слушает перемещение команды Крэйзи. Куча игран прилетает от сборной солянки. Ну и, соответственно, по две флешки и смог. Команда Крэйзи попытается выйти. Эсперанто получает по голове, но выживает после контакта. Марки навешивают по летней. Тут же ждет Отто в спину, но там Хантер развлекает людей. И вообще, по-моему, вся команда Unicorns of Love отъедет. Три в четыре, хотя есть Марки попытка врыва. Марки нет. Он выходит, но погибает от Эсперанто. Тут же отваливается в размин от Урги. Литовец. Это два в три. Шансов на ретейк не так много. Дипсикетов я не вижу в руках у Unicorns. Я не знаю, были ли вообще они. Я не помню. Я не видел. Хотя вроде не должно быть денег. Не так много было у команды Unicorns of Love. Но эти 350 долларов, которые сейчас есть, это после фрага сделано. Погибает еще Урги. Остается последний игрок Дипсика. Это Деним. И 16-14 счет в пользу команды Крейзи. Полетели. Нужно вторую карту смотреть совсем скоро. На ночь.